МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости. Меня зовут Дмитрий Книга. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Ленинском районе отметили День работников бытового обслуживания из сферы ЖКХ. Я очень рада, что судьба меня свела с ЖКХ, и я работала с такими замечательными людьми. Викторина для молодых избирателей в историко-культурном центре. Это слово бюллетень, и бюллетень – это бланк, где избиратель выбирает себе кандидат. Благотворительный концерт в поддержку Алины Шашуриной состоялся в районном Доме культуры. Каждый из артистов, кто принимает участие, каждый из зрителей, которые находятся в зале и купившие билеты, мы вместе поможем преодолеть ей этот недом. Представители абсолютно всех профессий имеют один день в году, который принадлежит только им. В третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают работники сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. В Ленинском районе коммунальная армия насчитывает около полутора тысяч человек. Для них в детской школе искусств был организован торжественный вечер с поздравлениями и творческими подарками. Татьяна Брылова продолжит. В Ленинском районе трудится целая армия людей, которые обеспечивают всех нас теплом и светом, комфортом и уютом. Это сотрудники жилищно-коммунальной сферы. Накануне профессионального праздника они собрались в Видновской детской школе искусств. Уже в фойе было видно «Наши коммунальщики» – это огромный дружный коллектив единомышленников, решающий общие задачи. Даже в праздник они готовы говорить о работе. «Главная задача, чтобы нас, работников теплостей, никто не замечал. Потому что если нас не замечают, значит, все хорошо и замечают. Но у всех тепло и есть горячая вода. А когда нас замечают, значит, ругают. Значит, мы плохо работаем. Поэтому мы как бы идти невидимого фронта. Если в городе спокойно, значит, мы хорошо работаем». Виктор Николаевич Голосов всю свою жизнь трудится в Видновской теплосети. Пришел работать после института и остался навсегда. Много лет руководил предприятием, но и выйдя на пенсию, не оставил работу. И таких, как Голосов, в районе немало. Некоторые даже носят почетные звания заслуженных работников жилищно-коммунального хозяйства. Как, к примеру, Галина Александровна Кузина. Ее вклад в развитие ЖКХ муниципалитета исчисляется десятками лет. «Считаю, что ЖКХ – это самая ответственная, самая необходимая отрасль. А те люди, которые работают в ЖКХ, они самые трудолюбивые, самые жизнерадостные, самые позитивные. То есть, самое хорошее. Я очень рада, что судьба меня свела с ЖКХ, и я работала с такими замечательными людьми». Ветераны жилищно-коммунальной сферы подготовили себе надежную смену. Сегодня на разных предприятиях, обеспечивающих жителям района комфортные условия проживания, трудятся люди, преданные своему делу. Андрей Асеев всего около двух лет работает в ПТО городского хозяйства, но уже успел понять проблемы города и поучаствовать в их решении. Так, в настоящее время реализуется масштабный проект водоотведения из микрорайона Купеленка. «В текущий момент у нас есть огромные успехи. Проложен канализационный коллектор. В декабре завершен его монтаж. И уже скоро, в этом году, мы планируем запустить канализационные насосные станции и отводить стоки с этого микрорайона». Зал в этот день был полон, хотя, конечно же, это далеко не вся команда коммунальщиков района. Многие в этот час трудились на своих рабочих местах. Глава муниципалитета поздравил виновников торжества, отметив, что только преданные своей профессии люди могут трудиться в жилищно-коммунальной сфере. «Я в первую очередь хочу выразить всем вам слова благодарности за тот труд, который вы несете на территории нашего муниципалитета, за то, что вы 24 часа находитесь на острие атаки. Вы, как никто другой, чувствуете настроение наших жителей. Вы, как никто другой, первые приходите на выручку в случае внештатных ситуаций. И я еще и еще раз хочу вам выразить слова благодарности за ваш такой непростой, но, поверьте, необходимый для всех нас труд». Отдельно Валерий Николаевич поздравил коллектив «Видновской теплосети» с 40-летием с момента создания организации, вручив главному инженеру ПТО городского хозяйства, куда входит теплосеть, подарок и поздравительный адрес. Также грамотами в этот день были отмечены лучшие сотрудники отрасли. Среди них – мастер аварийной диспетчерской службы Виталий Рогожан, который на протяжении долгих лет держит высокую профессиональную планку. Поздравить героев праздника приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. «Среди них, наверное, нет такой другой сферы, где было бы столько критики и было бы много людей, которые, мы говорили, здесь нехорошо, здесь еще лучше можно сделать. Поэтому вы очень терпеливые люди, и в этой сфере, наверное, другие работать не смогут. Хочу вам сказать большое спасибо за вашу работу. И жилищно-коммунальный комплекс в Подмосковье показывает отличный результат». Сегодня в ЖКХ Московской области трудится порядка 150 тысяч человек. И в общероссийском рейтинге по качеству предоставляемых услуг в жилищно-коммунальной сфере подмосковный регион находится в лидерах. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Российской Федерации состоялись выборы президента. Правда, не на всей территории, а в 11-й видновской школе. Эта должность существует в учебном заведении со дня открытия. Нынешние выборы – вторые в истории школы. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Пообщался с электоратом и кандидатами на должность Максим Козлов. Такой явке можно только позавидовать. Правом голоса при выборе президента в школе номер 11 обладают ученики с 5 по 11 класс. Здесь все по-взрослому. Электоральные списки, бюллетени, избирательные урны. Начиная с 5 класса дети понимают и погружаются в процесс избирательный. И они уже знают, что у них есть право только одного голоса. Они имеют право выбрать только одного кандидата. И это такой процесс игровой, но я скажу деловой игры. Институт президентства появился в 11-й школе благодаря общественной организации «Наша», которая действует в учебном заведении. Ребята принимают участие в городских и районных мероприятиях, занимаются волонтерством и благотворительными проектами. Я давно состою в детско-юношеской организации «Наша», которая везде активничает. Мне очень нравится работа Айбека, нашего нынешнего президента. И я подумала, что я тоже могу стать достойным президентом нашей школы. И мои родные, и одноклассники, и друзья это поддерживают. Не только президент, но и министр принимают участие в общественной и учебной жизни школы. Пока еще действующий глава ученического самоуправления Айбек Муйджонов показывает свой кабинет. Это, собственно, кабинет президента нашей школы. Здесь заседает детско-юношеская организация, в том числе и министры по пяти нашим направлениям. Здесь мы заседаем по разным дням недели, которые расписаны в нашем графике. А вот это вот президентское кресло, правильно? Да, собственно, это мое кресло, на котором я сижу и рассказываю ребятам о наших предстоящих будущих планах, и что мы уже провели и реализовали. А у избирательных урн народу не становится меньше. Президент школы выбирается на два года, и каждый из тех, кто пришел на избирательный участок, чувствует свою ответственность. Зачем нужен президент? Потому что президент – это правая рука директора. Он помогает в организации разных мероприятий, а также выручает директора при каких-нибудь обстоятельствах. Президент – он сам ученик, и он понимает все трудности и все хорошие и плохие стороны учеников. И он намного больше понимает, чем учителя, потому что он тоже является обучающимся. Президент – это главная вообще часть школы, неотъемлемая. Как известно, завоевать сердце избирателя нелегко, а причин, почему ученики проголосовали за того или иного кандидата, великое множество. Почему за этого человека отдали голос? Потому что она очень веселая. А это кто? Это Арисана. То есть просто веселая? Это самое ее качество, главное, на посту президента? Или все-таки что-то еще было? Ну, она умеет находить общий язык с человеком, например. А вы за кого голосовали и почему за него? За Диану она умная очень и красивая. Ясно. Ну а вы? За Диану она тоже красивая и умная. То есть она из вашего класса, как я понял, или что? Или просто ваша знакомая? Ну, просто подружка. Президентская гонка длилась несколько месяцев, и не все кандидаты, заявившиеся изначально, смогли дойти до выборов. Начало это было февраль месяц, когда мы объявили, что у нас будут проходить выборы на базе нашей школы. Тогда у нас было 8 кандидатов. Сейчас, на данный момент, у нас осталось 3 кандидата, так как с проведением различных мероприятий, кандидатам трудно удавалось пройти эти мероприятия, и они решили отзывать свои заявления со школьной избирательной комиссии. Сегодня традиционный день тишины, но до этого кандидатам необходимо было принять участие в ряде агитационных мероприятий и пройти специальную подготовку. У нас были тренинги определенные, и мы там учились как бы с лидером. То есть у нас были всякие игры, тесты, и мы так прошли курс и стали лидерами. Без лидерских качеств президентом действительно не стать, ведь без учета его мнения в школе не принимается ни одно решение, особенно если это отразится на жизнь учеников. Все решаем вместе, обоюдно и прислушиваемся обязательно, не только я и многие другие учителя. И наш президент на высоком уровне в нашей школе. Очень сильно помогает. Мы очень плотно сотрудничаем как с ученическим самоправлением, так же и с ДИОНаш, это детская юношеская организация, вплотную мы работаем. Поэтому нет никаких у меня трудностей, мне наоборот это очень помогает. Более 500 учащихся 11-й школы отдали в этот день голоса за своих кандидатов. Новым президентом учебного заведения стала Диана Копелиховский. Учеников с правом голоса в 11-й школе намного меньше, чем в жителей Российской Федерации. А потому и подсчет голосов здесь происходит намного быстрее. Но президент вступит в должность только после инаугурации, где произнесет торжественную клятву работать на благо школы и ее учеников. Максим Козлов, Егор Хлябич, Видное ТВ. В историко-культурном центре в рамках обучающей программы для молодого избирателя состоялась викторина, с помощью которой ее организаторы напомнили подрастающему поколению о необходимости ответственно относиться к любым выборам, о важности их влияния на жизнь страны в целом, а также познакомили школьников с правилами голосования на избирательных участках. Наш корреспондент Анастасия Воронина расскажет подробнее. Сегодня ученик, а завтра избиратель. Под таким названием в историко-культурном центре состоялась интеллектуальная викторина, направленная на ознакомление с законодательством о выборах, а также на расширение правовых знаний подрастающего поколения. Когда человек приходит на выборы, бывает сталкивается с теми или иными вопросами. Как заполнить бюллетень, за кого голосовать, какая избирательная система, одномандатная или смешанная. В разных регионах это все происходит по-разному. И вот для того, чтобы разъяснить эти вопросы, мы как раз вместе с нашим учебно-методическим центром проводим такие мероприятия среди школьников для того, чтобы у них уже воспитывать со школьной скамьи, прививать вот эти знания. Перед началом викторины ученики старших классов показали мини-спектакль, в котором они в образах сказочных героев рассказали о выборах. От наших голосов зависел успех кандидата. И он победил. Да здравствуют выборы. Да здравствует демократия. И, конечно, избирательное право. А после рандомным способом, разделившись на четыре равные группы и определившись названием своей команды, ребята приступили к деловой игре. На первом разминочном этапе нужно было составить слово из его частей и дать ему правильное определение. Это слово бюллетень. И бюллетень – это бланк, где избирательный выбирательный кандидат. За ходом деловой игры следила компетентная жюри, которая за каждый правильный ответ присуждала командам заслуженные баллы. Буквально пару лет назад член жюри Дарья Косова тоже была участницей такой викторины. А теперь, пройдя определенный карьерный путь, стала председателем молодежной избирательной комиссии Московской области. Это, безусловно, интересно. Мы с ребятами, а у нас количество членов молодежных избирательных комиссий, но порядка 600 человек по всему Подмосковью – это ребята, которые каждый день живут выборами, вне зависимости от того, проходят избирательные кампании в регионе или нет. С каждым этапом задания становились сложнее и интереснее. Так, например, в одном из них нужно было проявить себя не только интеллектуально, но и творчески. Командное бурное обсуждение. Именно так ребята добиваются правильного ответа на заданный вопрос. Почти все, как в известной игре «Что, где, когда». Только тема другая, законодательная. Любой человек должен интересоваться политикой. Даже с ранних лет люди уже должны знать, в какой стране они живут и как она вообще работает. Теперь, после прохождения всех этапов интеллектуальной викторины, можно с уверенностью сказать, что школьники хорошо подготовились к выборному процессу, а некоторые из них уже могут подать заявку на прием в молодежную избирательную территориальную комиссию Ленинского района. В районном Доме культуры состоялся благотворительный концерт в поддержку Алины Шашурины, страдающей серьезным заболеванием. На сцене выступили звезды эстрады, а все вырученные деньги пойдут на лечение девочки. И артисты, и зрители сделали одно общее доброе дело, которое, как верит каждый, должно помочь Алине в борьбе с ее недугом. Девизом сегодняшнего вечера стала фраза «Делаем добрые дела». Каждый, пришедший на благотворительный концерт в Дом культуры Ленинского района, смог оказать поддержку Алине Шашурины, страдающей серьезным заболеванием. Помочь девочке можно было всего лишь, купив билет на концерт, заплатив от тысячи рублей и выше. Все вырученные средства пойдут на лечение Алины Шашурины. Для зрителей выступили Алексей Глызин, Николай Трубач, Руслан Олехно и другие знаменитости. Такая поддержка от каждого неравнодушного человека должна приблизить девочку к выздоровлению. Концерт должен был поднять Алине настроение и придать ей сил на борьбу с недугом. Она в режиме онлайн-трансляции, которую вел для нее отец, следила за выступлениями артистов. В этот вечер звезды эстрады посвящали все песни девочки. Каждый из артистов, кто принимает участие, каждый зритель, который находится в зале и купивший билет, мы вместе поможем преодолеть ей этот недуг. Николай Трубач оставил Алине особое пожелание. Он надеется, что концерт повторится, но уже по случаю выздоровления девочки. Считаю, что это святое дело. И ребенок должен жить, и ребенок должен радоваться жизни. Я надеюсь, что мы когда-нибудь этим же составом вместе с ней споем здесь, на этой сцене. Зал был забит до отказа, и это говорит о том, что жители Ленинского района готовы делать добрые дела, объединившись вместе. В такой ситуации жизни может оказаться каждый, когда все-таки такое количество людей принимает участие в благотворительном мероприятии, поддержку жизни и здоровья ребенка. Я думаю, здесь без сердечных быть не может. Все, значит, должны помочь ребенку выздороветь и дальше радоваться жизни. Вообще, вот все дети, которые болеют, у кого-то есть врожденные болезни, я думаю, что это очень тяжело для родителей. Я сама как родитель, я очень беспокоюсь и хочу, чтобы мои дети были здоровы. Поэтому я считаю, что это просто гражданская позиция должна быть, помочь, но уже с кем случилось такое было. В ходе благотворительного концерта удалось собрать 816 150 рублей. Сумма внушительная, и все же необходимо еще больше 5,5 миллионов рублей. Оказать поддержку Алине может каждый. Сбор идет постоянно на карточку отца девочки Юрия Шашурина. Арсений Рогозянский, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Трансляцию концерта смотрите на нашем телеканале в субботу, 16 марта в 18.20. Ну а помочь Алине сможете и вы, отправив любую сумму по реквизитам, которые вы видите на ваших экранах. И о погоде. В субботу ожидается небольшой снег, будет пасмурно днем плюс один, ночью минус один. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. На сегодня это все новости. Желаю вам хорошо провести выходные дни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова